Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня официально открыл завод сульфатной белиной целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. Основная мета этого проекта – створение импортозамешальной вытворчасти, ориентированной на освоение драулянных ресурсов. Размова идей об, что готовые перепроцовцы больше, как 2 миллионов кубометров. С перспективами развития предприятия предприятия ознайомились наши корреспонденты. Зараз на постсоветской просторе таких сучасных вытворчастей нема. У России, например, опошницей целлюлозный завод был побудованный в 80-х годах минулого стагодзя. У Светлогорску реализация инвестиционного проекта проводится в рамках указа президента Беларуси, який был подписан в жнивне 2012 года. Подчас наведывания предприемства Александр Лукашенко я еще раз подкреслюв необходность такой вытворчасти для краины. Леса хватает? Нет проблем? Нет проблем. При выходе на максимальную мощность, Александр Григорьевич, нам потребуется 2 миллиона 400 кубов балансовой древесины. По прошлому году мы переработали где-то чуть больше 800 тысяч и произвели 149 тысяч. Вы считали, лесники обеспечены? Да. И мы решим проблему вот этого танкомера? Да, да, да. Не будет в лесу валяться ничего? Я скажу больше, если вы решите. Вот прошлый год и позапрошлый, когда была проблема с жучком, вредителем на Гомельской области, то мы здесь на площадке максимум приняли этого леса и переработали товарную продукцию с высокой добавленной стоимости. То есть химическая переработка древесины, она на сегодняшний день является фактически одной из самых наивысших по добавленной стоимости. Не должно ничего пропадать, это наше богатство. Поэтому на этом предприятии будем перерабатывать и тонкую древесину, и потолще, любую можно переработать. Но нам надо переработать этот неликвид, чтобы не возить за границу за бесценок, а переработать целлюлозу, бумагу и дальше и так далее. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия. Будовниство завода сульфатной белиной целлюлозой проходило непросто. Генеральный подрядчик, китайская компания Самсе, некольки разов спыняла работы, а на приконце 2018 года у воголи покинула объект. Для подрыхтовки завода до эксплуатации Светлогорский целлюлозно-кардонный комбинат протягнул больше, как 30 подрядных организаций. Як шакается, у другой полови этого года завод выйдет на проектную могутность, что месячную вытвор шасть 33 тысяч тонн сульфатной белиной целлюлозы. А маль 80% вырабленного будет поставлена на экспорт. И это не один плюс нового завода. В связи с тем, что был построен у нас завод, завод современный, на высоких технологиях. Благодаря этому заводу у нас появились дополнительные рабочие места. Также мы привлекли многих специалистов, как своих, так и европейских. По час наведывания Светлогорского завода сульфатной белиной целлюлозы президент Беларуси дает официальный старт новому предприемству. Символичная червона кнопка натиснута. Теперь необходимо нарушить вытворчность. Лето сё правонами с попередним годом выпуск продукции на новом предприемстве повеличился больше, как у пять разов. И досягнул амаль 150 тысяч тонн. Проектная могутность – 400 тысяч. При яе досягнении 300 тысяч тонн целлюлозы будет поставляться на экспорт. Остатнее – на внутренний рынок. По час наведывания завода президент ставит яшедную задачу – организовать вытворчность по перепрасуции уже самой целлюлозы. Гэта дозволит отрымливать большзначные прибытки. Что мы продаем? Мы продаем сырье. Ну не древесину, как раньше, эти балансы за бесценок. Но мы продаем по хорошей цене целлюлозу, но мы продаем сырье. Надо с целлюлозы делать то, что делают там, куда мы придаем. Сегодня принято решение. Ваши специалисты и руководитель концерна прекрасно понимают, что должно быть дальше. Нам нужна глубина переработки целлюлозы. Нам нужно из этой целлюлозы делать соответствующие упаковочные материалы, делать мешки. Вы знаете, поставлена мною задача, чтобы уйти от полиэтилена. Мы загадим всю страну. Перегнивает, разлагается этот полиэтилен. Столетиями. То есть, правнукам нашим хватит еще. Поэтому надо от этого уходить. Надо все это заворачивать в булочки, пирожки и прочее в бумагу. У нас этого хватает добра. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать эту упаковку и другие материалы. Поэтому, мною принято сегодня решение. Мы должны как можно раньше, но не позже этого года построить здесь за стенкой рядом цех. Вот пускай домостроительные комбинаты займутся этим. Если они могут, вот им и заказ. Построить цех. Купить машину, она не дешевая. Наверное, 80 миллионов евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты. Поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозы. Второе направление. Я не думаю, что нам надо откладывать это. Мы должны произвести вискозную целлюлозу. Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которая у нас сегодня девать некуда. Она пропадает. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем. Допустим, будете 8 месяцев работать на хвойной целлюлозе. Правильно я сказал? А 4 или 3 месяца будете делать вискозную целлюлозу. Для предприятия, которое находится у вас фактически за забором. И которое покупает только по импорту вискозу. Это ненормально. Александр Лукашенко упэлнен. Завод сульфатной белиной целлюлозы – предприемство для Беларуси необходное. А тому особливая падяка коллективу предприемства, який не глядяши на проблемы, робець усе махчимая для того, каб реализовать инвестпроект у полным объеме. Это делает честь нашим специалистам вам, что вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы. За это вам большое спасибо. Это вторая цель моего приезда – поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя-строителя, сделали это предприятие сами. И вы получаете сегодня хорошую продукцию. Спасибо вам за это.